Сейчас команда... Ложись! Все! Ух ты! Куда? Насколько была копия такого плана АНТ-25, на какому-то... И какому-то видеоролику ударили А, вот так даже То есть, и все похоже, так и самое аналогично крыло, то есть АНТ-25 на какому тополе прилетел в Америку, то есть, то есть, мало того, что все было старше То есть, кто-нибудь в базе, то все обтягивалось То есть, был такой, как монолитный Не бумагой, а в базе То есть, именно у АНТ-25 было примерно такое крыло То есть, хотели еще такую одну зробить То есть, великий, то есть, был очень много крыла Ну, мне по-прежнему, так сказать, поражает именно вот этот вариант Когда эти мейтури идуть перекрестленные Вот тут можно теперь оценить А, так мало того, что все поверх нервюры Клеилось, чтобы создать ширину Чтобы было до чего приклеить бумагу Зверху кромочка шпончика вот наклеивалася Чтобы расширить нервюра тоненько Зверху приклеивались полосочки такого шпончика Чтобы было до чего приклеить Потому что если нервюрка миллиметровая то на миллиметр не приклеивается бумага Тому было чуть-чуть ширше То есть, очень жесткая конструкция Абсолютно ревна Нема никаких поводов И это этой конструкцией Все, что было сделано, скажем так На века? На века, давно и на века, да И она была, это же боевая конструкция Она уже была обклеена, тут были поломки Боевая принимала участие в змаганиях А тут же надо было Специально розмочили, вимочили, загибали То есть, вот Хочешь что-то сделать хорошо Я не знаю, где люди брали час Я еще делюсь на сегодняшний день Где можно было брать час Пусть скажут, что мы просто сидели в пьеннерском клубе То есть, как я родился Мы сразу привезли в пьеннерский клуб Там выделили одну комнату И все моё життя было связано с пьеннерским клубом То есть, батьку так ходили не как на работу То есть, как у нас есть хобби Где мы можем на рыбалке просидеть целый день И не заметить, как час прошел То есть, он практически сидел в этом клубе В каких лет, ну я так понимаю Что это в 60-е Раз я родился в 61-м То, наверное, в 60-м Приехал в ставище Пришел работать в Дом пионеров И практически до конца своего життя Я пропрацовав тут Пионерский клуб был на улице Пионерский клуб Я знаю эти часы, когда заливали кордодром Сначала его сделали как бетон За такую площадь Шибенка, какие-то битые кирпичи Забетонировали То, что выделились деньги То, что было отношение Да-да Удивляйся Потом было принято решение Что буряны проростают через этот бетон Ну, через этот бетон потресканный Попробовали заасфальтувати Видели такие деньги Круг диаметром, условно говоря, 20 метров Заасфальтувати Заасфальтувати А тут были дерева? Нет, это не тут Я просто сказал Я тут практически не занимался Я уже Когда он переезжал сюда У меня уже в Харькове Ставища не было Я уже уехал в учиться А там Там был центр Дом Пионерів Был там Я, когда себе помнил Был только один Дом Пионерів Это был один гурток Авиамодельный Вишня ничего не было Потом там добавился Судомодельный Ракетомодельный Десь появился Фото Радио Морзянку начало учить Но В тому старом доме Ніколи не было Ні танцев Ничего такого Творчества Ни такого Такого не было А он Сберегся? Сберегся Той Будинок Сберегся Там такие подвали В этом будинке Там все было построено Да Там такие були Чудаки Цикавые Кожани жили там Мы туда что заходим Там прямо висят Ти 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 Как таранюшки Дивлячись на Кожанів Робили Крила Литаком Таким Там був дуже цікавий Будинок Пионерів Вокруг В ньому були городи Виросли там такие горьки То есть мы всегда могли прийти Нарвать горьки На кого упасть Борисовича Забор И В цей будинок Пионерів В них мали один общий забор Да Тому таким образом Він попав Так сказать Тоже Тобто все дитвори Збиралися Хто тут Вокруг Рядом И ближче Центр Був центр Тут Да Давайте глядем Я ще хочу Так Явно Бути Ага Ото я згадую Щоб були такі О Як ми побачимо Якраз тут Все сохранилось Жде свого часу Не знаю Чи дождеться Так як я писав Щоб бач Залежить Чи не розпилений Такий Ох ти Тут Я даже не знаю Тут Таких механизмов Керування Тобто я Наверное Було уже після Чи не після От я Дуже добре помню Оцю модель А де Я ці механизми Тобто Тобто Механізм тянув І десь тут Перекривався Трубопровод Щоб не попадав Тепер Оце шло управління Этими рулями Тобто Получається В модель В цій рамі Був закреплений Мотор З такими сумасшедшими крилами На моторі Вона входила За 10 секунд На дуже велику висоту На просто Непомірну висоту В чому була наша сила В тому Щоб була модель Леха Тому ми могли піднятися Там був зачет Хто висше підніметься Хто більше спускається Так Це я вам не той Показував фюзеляж Тобто фюзеляж Ось цей фюзеляж Анатолій Михайлович Ось цей шпон Щоб я вам казався Более Такий Яркий Цветний Тобто Які ж такі Пластмасові вставочки Підганялися Вилизувалися Зализувалися Щоб це все було Ось Беремо ось ця тамірка Осталася Десь Де ж ці механізми? З підручних А ось Ось Заводишся Запускаєш Годинниковий механізм Так Годинниковий механізм Який з цього С фотоапарата десь брався І ось це воно должно було Через 10 секунд Сюди перекрити топливо Туди відкрити руль Щоб він далі не пішов в другу сторону Якісь свої ограничители Такі були І навіть з мотором Залишився тут пір Як воно був Березеш Дякую, що ти це все забронив Це крило тут? Це крило ставилось сюди Таким резинками А ми зараз Попробуємо Щось зобразити Як воно ставилось Тобто Я так розумію Що це воно десь Чотко Їмало свою конкур І якоюсь резинкою Тіпа Переплачивалося Перев'язувалося Чи там якісь були крючочки Десь ви бачите там крючочки Там такі спеціальні крючочки Заплачивались Тобто На Модель збиралася Перед винятом Збиралася модель Ставилося стабілізатор Я до сих пор я дивлюся Скільки часу треба Щоб зробити Одне криво Одну модель З нічого Я розумію Тобто Людина прийшла Закінчила армію Прийшла Ставіще працювати Направили там По лінії Хомсовова Чи якось там Буквально через якийсь Рік-два Появився комплект моделей Поїхали розмагання Борис Борисович Єсь там старий кубок Хоть один? Милогром А, усе стоїть Кубок Кубок Який називається Перехідний А десь там Чи написано Чи тут немає А, чи приїти А, то вони Боже За цей час Весь висипався Весь цей мрамор Чи як він називається Все обсипалося Кубок Присваївався Якщо ти три роки Підряд Береш Перше місце І о них було написано 64 65 66 Стоїть На друм 67 68 69 Стоїть Тобто у нас таких було Тобто у нас Осталося їх два чи три Їх було дві полки Їх було чотири чи п'ять таких кубків Тобто після того як Ставиччани Занялись серйозно Авіацією Уже кубок перестав Переходящий Йому прийшлося Через кожний тривок Яку п'ять новий Тому що ставиччани Його забирали Назавжди І нікому в руки Більше не потрапляли Тут ще був герб Советського Союза В час Подламлював Тут все було тушу Ручку було тушу написано За які ці самі Ось які були кубки Їх було Мінімум штук 4 А може і 5 Тобто вони буквально так На двох чи на трьох кулках Стояли І тут були вартості Де чітко вказувалося В які роки вони були випущені Ми згадували про літак Копію АНТ-25 Яка була теж зроблена Вся з бази Яка була дуже невесома Дуже легка Дуже красива Це просто було щось І ніхто не міг Даже предположити Що вона буде Себе в полеті Відчувати Ну вийшло так Що тільки со старта Той хлопець який її робив Дав рулю вверх Вона зразу со старта зробила мертву петлю Тобто вона Якщо така проста модель Біжить 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 Там метр два три чотири п'ять Отривається і уходить То цей літак був наскільки легкий І наскільки в нього була копія туполівських крилів Наскільки вони були бездоганно аеродинамічні Що і так прямо со старта пішов на мертву петлю І тут же одразу вдарився об асфальт Тобто він не зробив ще ні одного круга Потерпів свою аварію І потім його, звісно, почали восстанавлювати Але це було не те, як він виглядив От коли весь лак блестить Все сіяє Тобто потім прийшлося Для першого польоту Десь показати, де відходяться корди Управління Тобто спеціально Анатолій Михайлович Щоб дів такі спеціальні хлор-вінілові трубочки Щоб пілот не міг підняти угол Ограничить угол його 5 градусами А не 45 Щоб в самоліту не було можливості Щоб літати як у істріпителя Щоб літав дуже так Аккуратненько Ось такі спогади Всяке бувало Ну ніхто не падав духом Розбили, побили, приїхали Восстанавливали, восстанавливали Восстанавливали Навіть такий момент Ти ж розумієш, що літання посадка Це все поле, це все зарушене якимось бур'янами Це ж укачуєш таке Пуле пшениці проходить соревновання В якихось пустерях Усі ці самоліти Десь щось приземляється Десь щось сідає Тут привод було дуже багато А як добиралися? Вонтажівками? Вонтажівками це Близько А так ні, автобусом Вона треба притягнути такі ящики в автобус Виходили в Києві Згадувалося такими ящиками залізти В тролейбус Ніхто нікого нікого не впровождав Їхали десь на Морський вокзал Сісти на чорну Теплоходи якісь Їхать у жищі на змагання Це все було дуже проблематично Добратися Компанія велика, всіх треба організувати Це всі 100 вищі Халів Тобто Гнатолій Михайлович чоловік 5-7 хлопців На кожний від моделі Мінімум по людині А це і планери І резиномоторні моделі І такі повні копії І схематичні Трохи такі облегшені І ці називаються Таймерні моделі Ось це Два самолюти Це вже мої Савіазавода З Харківського Коли я прийшов на Харківське авіазовод Заканчували випуск Последніх Ту-134 І ми починали робити Ан-72 І я був Работа в цеху На учасці Композиційних матеріалів Тобто Іменно той учасник Який працював Стеклопластиком Углепластиком Сотовими конструкціями Тобто Тобто Нос був чисто Мій учасник У ці всі обтікателі Мої У ці всі великі обтікателі Тоже Тут велика Откривалася Задня частина рамка Тобто Все те що було Не зовсім силове Такі всякі обтікає Обліцовки Укруг дві І це все робилося В нашому цеху Це ви виходить працюєте В авіації Я працював В авіації 10 років З 84-го по 95-й рік А в Харкові? В Харкові На авіаційному заводі Закінчив авіаційний інститут І працював на авіаційному заводі 10 чи 11 років І я уйшов в послідні заводи В якому ще видали Отпустник Після мене завод Наступила криза Вже нікому нічого Вже не виплачували Ні зарплати Це в гуртку сформувалися Ваші Ну в гурток Так Професія Звук пішов В авіаційний інститут І на авіаційний завод Для того щоб зробити таке крило Тобто потрібно було спочатку Розробити окреслення Положення Каждаєї нервюрки І вони не клеїлися Як попало Під скло Підставлялося креслення На міліметровки розчерчене І потім дивилися Є креслення Ось є якихось пів метра Нужна заготовочка Це були обично Липові кромочки Тобто вона теж Бачите не пряма Треугольник Робиться така треугольна Липова кромочка І приклеюється І приклеюється Приклеюється вона прямо на стікло Тобто під стіклом Находиться креслення Ти прямо якби накреслення На стікло Капнув Дві-три капельки клею Приклеюв Придавив Такими грузиками Приклеїлась кромочка Передня Задня Готови ці всі нервюрки По окремим кресленням І окремо Тож вони склеєнними з собою Я навіть не розумію Чи вона цильна Чи вони з кусочків склеєнні Ти навіть не поймеш По цій конструкції І таким чином Все по трошку Тобто Кажда нервюрочка Кажда кромочка Каждий лонжерончик Приклеялось Це все на стікло І коли це все Вистоялося Вилежалося Аккуратно Каждається Знімається Готове Жутке Перевернули на другу половинку Другу половинку Підклеїли Третью Щоб отримати Цю коробочку Також її в руках не склеєш Її на чистому рівному стеклі Повинні були Чи дві половинки Спочатку А потім В серединку Набирали одну другу Тобто Представити Як її зробити Щоб воно Таке виходилося Виписувався Журнал Називався Моделіст-конструктор На українській мові Крилля Родіни Це видно Такий всесоюзний Були якісь Польські моделяри Тобто Було багато Журналів Які ми могли подивитися Але я не пригадую Що ми знайшли Журналів Який лише щось робити Тобто Коли мій було вже років 5-6 Коли я це все бачив Все це вже Було Було Там журналів були габаритні розмори Ні Ну вже Там вказувались Можна була яку схему розробку Тобто Откуда це все батько брав Не знаю Чи засвідковав Откуда він приїхав сюди Може йому наставник привідати Це все Це окрема історія В принципі Тобто У них не було проблем Що робити Вони знали Що робити Як робити Приходили люди І деякі проявляли Я знаю Майсусід Самі великі крила Це йому захілося Було Я не знаю де це саме крило Щоб тут не хватало стекла Не хватало цього ящика Щоб хотілося зробити щось таке В плані В супер-супер Великих Так Возмірів Відчини Там є Воздушний змій Ось такий Коробчатої форми Именно Анатолій Михайлович Такі змі Розробов Дуже рідко Такі люди Ісправи Він був дуже Наймінький вітер Держав змія Наверху Тобто Якщо у других Були проблеми Цей жовтий Так, цей жовтий Такий трапець Иван Анатолий Михайлович буквально раз, даже витра никакого нема, а наш змей уже висит и даже, так сказать, натянутым. Да, вы видите, потом поменялись энергию, уже они не фанерные, уже пенопластик пішел, хотя это тоже не вчера их сделали, Борис Борисович. Уси великие крила, это тоже давние какие-то, с пенопластиком менеджером. Да, вот такие вот такие вот, вот такого плана, да, великая такая. Вот, вот получается, то есть это все под стеклом сталося, ну тут погано провисовано, то есть я помню, что было очень доброе наведено эти все контури. Вот, и это все шло, попадало под скло, и вот все-все нервюрочки выклеивали, все эти кромочки. Была видна передняя кромочка прочерчена, задняя кромочка, сетка нервюр, где-то тут что-то должно быть, ну вот можно что-то понять. Тут целый летак прочерчен. И теперь сейчас покажу тебе из журнала, который постоянно выписывал будинок пионерии. Вот моделизм-конструктор, який тут 89-й год, 75-й год, то есть где можно было что-то узнать, что-то побачить, какие-то были чертежи. А вот эти самые, импортные, какие-то польские журналы, моделизеры, 89-й год. Да, может ческий, да, потому что это моделяр, да, еще был какой-то моделяр. Вот крылья родины, 87-й год, это тоже будет вот такого плана журнала, которые выписывались тогда, 67-й год, где тоже можно было что-то почерпнуть. Схематично можно побачить, как должно набираться крылья, тому подобное, как сделать что-то. Авиамодельный кружок. Анохин Иванников. 1958. Министерство просвещения РСФСР. Москва. Так, что идём и тяпаем? Да, идём и тяпим, да. Если вы не хотите, что... Называется. Парестатр. 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 Веристантов, там 2-й день. Парестатр. Вот так вот. Настолько легкий и удобный. То есть шукалась какая-то труба, на которой потихоньку выклеилось это все. Каждый слой прижимался, чтобы он прилип и до того, чтобы он уже набыл этой формы. И потом, чтобы это все взросло, ничего не выклеилось. Это же не просто шпон, до шпона не держится. Там под шпоном находится база, тоненький слой. То есть сначала создается как бы основа, легкая, в цилиндрической форме. Потом на ней выклеивается... Я не знаю, сколько это нужно было часу, чтобы послойно выклеивать, выклеивать, чтобы получить вот эту конструкцию. Потом придумать, как пристыковать коробчатую форму до круга. Вставляется футильочек, кусочек бельевой веревочки, которая через три, как бекфордовый шнур, должна была через три минуты перегореть. И тогда этот стабилизатор вставал под таким вот прямым, типа под углом 45 градусов. И в таком случае, планер уже не мог планировать, куда попало и как попало. Он начинает такими кругами, аккуратно спускать вниз. Дело в том, что сбывания проходили летом, над полями. Эти восходящие потоки были такие, что иногда модели уходили, мы бежим в километр два, три, четыре, пять, и она уходит, даже теряющаясь из видов. То есть было такое, что мы губили модели, потому что какая-то система не срабатывает, или во время вилета где-то этот футильок выпал каким-то, и она уже с той высоты попадает в эти восходящие потоки. И мы бачим, что даже было такое, что она просто входит за Дніпру. Мы тут по одной стороне берега, и бачим, как она себе пішла, пішла, пішла. И мы уже не можем ни бигти, ни плывти за ней. И еще остался резиновый мотор, сейчас три времена. Венгерка, резинка вот тут. Вот. Это боевая, которая была. Это накручивается, да, ставится. Он же за счет своих, да, тут свои зубчики есть. Он держит этот колпачок, чтобы он никуда не крутился. Потом же все подтягивает в таком виде. И запустил, сразу он развернулся и пошел молотить. Вот эта бальза. Надо почувствовать ее, эту деревину, про которую я писал тогда. Это уже подтягивается таким самым парашютным шелком. Это, кстати, была такая тоже, кто-то из этих лючек, бывших. И работаем. Из бывших выпускников привез був какой-то парашют списанный, из какой-то части. Вот это мы его сделали такие и те самые клаптики, как будто бы и жалко парашют портить и обтягивать все, чтобы обеспечить такую прочность. Такого бруска великого не было. Тут из каких-то брусочков делали заготовки, что приходилось склеивать их. Вот мы бачим, с разными. Тут чисто прямые, тут уже не хватало. То, что я писал, что бальза никогда не должна закинчивать, если она закинчится, надо было новых человек шукать. Вот уже тут прямые куски, а тут из каких-то отходов. Ну это получается для воздушного боя, да? Это гонка. Ага, это гонка. Ну есть пилотаж на модели, которая делает фигури высшего пилотажа. Есть самый интересный вид, это воздушный бей, там где две люди в поле и пытаются друг другу срубать ленточку. Ну, стричку. Есть гоночная, это та, которая должна демонстрировать великую скорость. Там есть скорость и гонка. Они тут в круге, три человека друг за другом гоняются. Это скорость. А, вот это скорость, а это гонка, да? Короче, суть вся в чем. Маленький бачок, очень маленький бачок. 7 сантиметров кубических всего. И с маленьким бачком она должна прилететь 10 километров. В финале 20. Чем швидше скорость, три пилота, три механика. Механик обслуговывается только в квадрате в таком модели. В другом месте обслуговывать ее нельзя. То есть механик должен швидко завести модель, швидко заправить, швидко випустить. Пилот должен прилететь. Два спортсмена, Баркови и Сурая. Раньше эта скорость была модель вот такой классической формы. А потом весь мир перейшло на такое летающее крыло. И вот они приезжают на чемпионат мира, по-прежнему, по-старому, с такой классической модели. Я говорю, что вы приехали. Уже весь мир досягнул на много больше. И хотел сказать, что все эти модели, каждый сам себе мотори делает сам себе. То есть тоже мой друг Юлий Яценко. Виливают, полируют и все это делают сами. И в итоге выступает и Бартков, и Сураев. Они на такой классике занимают первое место. Мотори харьковчан оказались настолько мощными и сильными, что даже невзирая, что конструкция была, скажем так, допотопна на тот день, ревних им не было. То есть они свой мотор специально писали, что мы продали за 1000 долларов. А мы, каже, на второе соревнование сделаем новый. Это уже, типа, свой ресурс вичерпал. Мы не можем позволить на нем лететь, как на новом. Я покажу парку, какие моторы. Короче, на моторах летает весь свет. Извините, они фора. Это те сами авиамоделисты, уже потихоньку открыли свою эту самую контуру. Потихоньку... Что-то тут все красиво. Фора даже с записи. То есть все выливается, все шлифуется, все полируется. Я очень благодарен Борису Борисовичу, что он, так сказать, ни я, ни мой брат не подхватили. И казалось, что это все помре назавжди. Борис Борисовича подхватил. Кому он это передаст, то это все сможет... Борису Борисовичу через десять дней. Сегодня четвертое число? Да. Пятьдесят лет. Четыре число. Пятьдесят лет. Давай, мы сейчас еще у нас эти самые испытательные польеты... Сейчас у нас здесь круто снизу. Давай через минут десять мы уезжаем. Я думаю, не больше десяти минут мы уезжаем. Хорошо? Давай. А может? Не беги, не беги. Все, все, все. Удари. Все, все, все. Сейчас отпускаем. Классно. 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 Вот это высший пилотаж. Ну, если ветерать стыше, она может. Она летает. Зимою хорошо летать. А снег падает и ничего не может. Дело набило. Главное найти. Хе-хе. Спичи. Сыщий. Они филот пропёсионал чувствуется, высечь. Сышен располагают. Вlit Они получают... А ракета в космос полетела! Ага. Ракета в космос? Да мы insights отранвольянные. Но мы четыре насчешь, которые ждут. Сыщущий. а controversка collected. И так сюрприз, багажку мы садим. Это же вы на бензине, да? Нет, нет, это электрика. Бензиновый двигатель стоит, начиная от 1000 долларов. Это только двигатель. Я уже молчу за модели, за руль машинки, за аппаратуру. Это дорогие хобби. Да, то уже все пошло, то уже на уровне машины. Вот. 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 Вот.